Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Финансовые институты» и ее ведущие Сергей Козий и Максим Конторович. А у нас сегодня в гостях Илья Попов, финансовый директор компании «Фармфорвард». Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о роли финансового директора в фармацевтической компании. Для начала, Илья, несколько слов о себе. Как вы стали финансовым директором? Пожалуй, начну сначала с компании, какой я представляю компанию. А именно «Фармфорвард» является крупной фармацевтической компанией. Основное направление деятельности – это поставка высокоэффективных и современных лекарственных препаратов в адрес государственным заказчикам. Это такой успешный стартап, компания более трех лет, но на текущий момент прогнозная выручка по итогам 2016 года будет около 2,5 миллиардов рублей. Развиваемся довольно быстро, штат насчитывает около 100 человек. Соответственно, я являюсь финансовым директором этой компании. Отвечая на ваш вопрос, как пришел я к финансам, отвечу, наверное, коротко и очень емко, случайно. Получилось так, что сначала я закончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического прибора строения по специальности инженер-программист, но на пятом курсе университета понял, что программирование абсолютно не мое и решил уехать учиться за рубеж в Швейцарию, в Цюрих по программе MBA, как раз со специальностью международные финансы. Соответственно, получил зарубежное образование, вернулся на родину и начал работать в крупной девелоперской компании на позиции инвестиционного аналитика. В Санкт-Петербурге? Да. Ну, там всего две крупных компании, да? ЛСР или Эталон? Ну, не настолько крупные. ЛСР и Эталон – это все-таки такие маститые игроки рынка. Я говорил немного о другой компании. Это Baltic Project Company. В свое время купила компанию Glorox эту компанию. Поэтому начинал именно с этой компании. И получается, что вы там в этих компаниях как бы сразу были казначеем или бюджетником. Откуда у вас там бэкграунд, который дошел до финансового директора? Я начинал работать инвестиционным аналитиком. Я рассчитывал на привлекательность инвестиционных проектов, куда вкладывать деньги, как их лучше инвестировать и так далее. И поэтому стал потом заместителем генерального директора по экономическому развитию компании. Соответственно, пытался работать над увеличением рыночной стоимости компании и ее стабильностью. И, соответственно, уже замгенерального директора по экономическому развитию я стал финансовым директором. То есть вы начинали с NPV и IRR. Это вроде три буквы, но каких важных буквы? Да, абсолютно верно. Начинал именно с этого. Ну а вот вы говорите о том, что вы сейчас в фармфорварде. Все-таки это холдинговая структура? Я имею в виду, над ней кто-то есть и под ней кто-то есть? Нет, это стартап, который организовал человек, который проработал в фармацевтической отрасли больше 17 лет. В продажах решил попробовать свои силы и создал действительно успешную компанию, которая на текущий момент ходит в топ-400 самых быстро растущих компаний страны. То есть частный стартап и уже за три года такие результаты? Да. Какие таблеточки мы дождемся в ближайшее время? От каких болезней избавимся? Ну, первая задача, я думаю, у Российской Федерации в том, чтобы как можно больше стало локализованных лекарственных препаратов. Импортозамещение? Да, это знакомое всем слово импортозамещение. Я думаю, что это главная задача для нашей страны вплоть до 2020 года точно. Так вот, в каком направлении вы там разбираетесь внутри, как производство, на что направлено? Мы дистрибьюторами являемся на текущий момент. Своё производство планируем организовать как раз ближе к 2018-2019 году. Соответственно, мы специализируемся на препаратах онкологии, гематологии, лечениям респираторной системы, диабет и так далее. Ну, а вот нравится быть финансовым директором во всех смыслах этого слова? Вы знаете, это интересно. Ввиду постоянно меняющегося рынка, классические способы принятия каких-то управленческих решений или финансовых, они уже устарели и приходится постоянно учиться чему-то новому, посещать какие-то конференции, в том числе перенимать зарубежный опыт. Поэтому это та профессия, в которой всегда нужно развиваться. Если ты не развиваешься, то через пару лет ты можешь просто быть невостребованным на рынке. Ну вот вы пришли на телевидение, а до того был опыт выступлений, например, связанных с своей задачей, своей работой? Да, я выступал на всеразличных профессиональных конференциях от известных провайдеров, в том числе института Дама Смита, на собственную передачу уже второй раз. Поэтому опыт личной деятельности имеется, в том числе написание каких-то интересных статей о финансах и о том, как вкладывать деньги. А, то есть по инвестиционному направлению все-таки такое? Да, больше наклонность я все-таки люблю по инвестиционному, ввиду того, что я считаю, задачи финансового директора в последнее время несущественно изменились. Ввиду того, что если раньше это было исключительно бухгалтерские налоговые учеты, управленческие, то сейчас все-таки 50% рабочего времени уходит на решение каких-то стратегических задач. Поиск финансирования? Поиск финансирования, написание стратегического бизнес-плана, его соблюдение, соответственно, поиск иностранных инвесторов. Очень много задач, которые не операционные стали у финансового директора. Вот похоже на творчество, да, я хотел как раз спросить. Вы как финансовый директор, у вас рутина или все-таки есть элементы творчества, что-то интересное в работе? Я считаю, что 60% времени это точно творчество, потому что нет каких-то моделей. С точки зрения даже управления людьми все меняется, приходится делать новую систему мотивации для персонала с точки зрения, чтобы компания росла, а финансовый директор здесь не принимает непосредственно участие. Поэтому сказать о том, что это рутина, я не могу. По крайней мере, у меня каждый день появляется что-то новое. Вот вы упомянули, что приходится учиться постоянно, в том числе у западных коллег. Можете похвастаться какими-то инновациями, которые переняли, внедрили с запада? С запада, ну, основное, что я считаю, что получилось у меня применить на российской практике, это привлечение достаточно большого крупного финансирования зарубежного под ставку 0,2% годовых. Соответственно, иметь возможность компоновать проект таким образом, чтобы он был интересен зарубежным коллегам. К сожалению, существует такая тенденция, если мы возьмем баланс любой компании и посмотрим на внеоборотные активы, это самая минимальная сумма, которая указана именно из всего объема. Если мы возьмем такие компании, мосты, как Apple и так далее, внеоборотных активов, там 98% от всей суммы. Дело в том, что к нашему бизнесу относятся так, ввиду того, что компания, которая может на основных средствах иметь 10 тысяч рублей, может генерить выручку в миллиарды. Это неправильно, значит, незападетованные либо технологии, либо и так далее. Соответственно, у нас такой кустарный метод управления бизнесом в России принят. И я считаю, что удалось принять именно их опыт, как правильно и как не нужно. Вот я бы так сказал. А вот если бы вернуться немножко назад, ну, например, вы бы не пошли в эту девелоперскую компанию, чем бы вы занимались, если бы вдруг не стали финансовым директором? Вы знаете, очень часто задаю этот вопрос, и как-то не пытаюсь думать о том, чтобы было. Сам себе в смысле? Да, я все-таки рад то, к чему я пришел, поэтому на самом деле не думаю о прошлом, пытаюсь двигаться в настоящем будущем. Какие-то хобби у вас в текущем периоде есть? Марки собираете? Нет, марки не собираю, являюсь профессиональным спортсменом по гиревому спорту, поэтому пытаюсь развиваться не только профессионально, но и в спортивных каких-то достижениях. Профессионально, то есть мастер спорта? Да, выступаю на зарубежных турнирах в 2014 году в Лос-Анджелесе на Кубке мира по гиревому спорту среди любителей занял второе место. Вот что мы называем сильный финансовый директор. Сильный, в прямом смысле этого слова. Ну, а вот допоздна приходится сидеть, когда цифры считаются. Да, к сожалению, сейчас, ввиду всевозможных изменений, с работы вынужден уходить не раньше 11 часов вечера, поэтому всегда все сопровождается поздними совещаниями. Ну, а вот по поводу отчетности, там, два слова хотел узнать. Много ли у вас отчетов, которые вы анализируете, которые вам формируют ваши сотрудники? Ну, а отчеты основные, это БДР, БДЗС, всем известные. Ну, в основном бывают какие-то вспомогательные отчеты, которые по выручке нужно посмотреть в разрезе по регионам, понять, все ли так идет, или если есть какие-то отклонения, то почему. То есть есть какие-то вспомогательные отчеты, но в основном они все классические. Ну, и о том, что для вас это отчетность, это что-то такое, как нотная грамота, там, какой-то анализ, какая-то музыка, песня? Нет, для меня это, прежде всего, отчетность, это бизнес-план к действию. Если мы говорим о каком-то бюджетировании, то однозначно это то, к чему я отношусь очень строго и пытаюсь привить это своим сотрудникам с точки зрения того, что все, что мы запланировали, должно быть в срок и в оговоренных показателях. А вот вы сказали до того, что слово такое «проект», а что у вас в компании является проектом по сути своей? Или вы сами же являетесь проектом? Проектом может являться выход на какую-то новую территорию, условно, на какой-то новый регион. То есть мы пытаемся всевозможно расширяться с точки зрения региона, хотя представлено от Калининграда до Владивостока есть территориальный менеджер. Но новая территория обусловлена своими какими-то рисками. И, соответственно, чтобы в общей массе отчетность видеть, как сказать, все ли идет так или все идет не так, с учетом того, что если что-то в новом регионе пошло не так, это не значит, что мы где-то сработали неправильно. Это просто, ну, есть риски, которые мы должны учитывать отдельно от наших основных направлений, где мы знаем, что мы являемся лидерами рынка. Ну, это территория. А выход, например, нового продукта на рынок, выпуск его и реализация? Ну, к сожалению, пока компания до этого не дошла. Но если мы говорим о другой деятельности, допустим, девелоперской, там все просто. Там есть анализ, под каждый проект создается своя команда, зачастую свой финансовый директор, который переходит из проекта в проект. Это вы в рамках своей компании или вы прошлый опыт рассказали? Нет, прошлый опыт я говорю, потому что фармацевтическая деятельность, ну, так как нет производства, мы занимаемся только дистрибьюцией, поэтому... Так вот будет производство? Надеюсь. Я просто не люблю загадывать, поэтому я очень надеюсь, так как... Идет какая-то стройка или выкуп? Сейчас идут переговоры, этап переговоров выкупа земельного участка. Мы анализируем опыт наших конкурентов, именно отрицательный опыт, потому что, ну, зачастую производство медикаментов можно даже лучше организовывать рядом с городами-миллионниками, особенно где есть медицинские учреждения образовательные, потому что зачастую люди не хотят переезжать в другие отдаленные регионы, даже если компенсационный пакет там довольно высокий. Все-таки люди у нас хотят жить либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве, желательно в Москве. То есть вы, ваш опыт в таком случае в девелопменте, в данном случае полностью отработаете? Да, да. Надеюсь, что опыт, который был накоплен последними восьми годами, пригодится компании. Мы сумеем построить и реализовать инвестиционный проект производства, которое в том числе и позволит сэкономить на его строительстве. Илья, мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Дорогие друзья, реклама. Дорогие друзья, в эфире снова программа «Финансовые институты» и ее ведущие Сергей Козий и Максим Конторович. А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Илья Попов, финансовый директор компании «Фармфорвард». Илья, давайте теперь поговорим немного о структуре вашей финансовой службы. Сколько сотрудников подчинений, какие отделы подчиняются, какие основные функции выполняет финансовая служба? Немного о структуре. Структура классическая, бухгалтерия, планово-экономический департамент, инвестиционный департамент, казначейство. Соответственно, вот эти четыре структуры. Подчинение людей 6 человек. Есть у них подчиненные, но я их в расчетах не беру. Основные с теми людьми, с которыми я общаюсь, их 6 человек. То есть 6 руководителей? Да, и их замов, соответственно. Основная задача, то, что хотим компанию вывести на качественный уровень, то есть увеличить ее рыночную стоимость. В дальнейшем уже ведем свою организацию, работу к тому, чтобы вывести компанию на IPO. Это такая глобальная задача, но мы уже ее начали решать. То есть скоро у вас в подчинении еще появится один отдел, МСФО? Да, абсолютно точно. Еще один. И количество сотрудников, я думаю, за год увеличится до человек 20, мне кажется. Дочерних структур, так и, я так понял, у вас нету? Ну, на текущий момент нет. Но планируется? Да, я думаю, что производство, естественно. Как минимум производство, да? Мы разнестим в своей дочерней структуре. А будете выделять торговый дом, например, как отдельную структуру? Или управляющая компания, которая будет контролировать? Я думаю, что мы выделим однозначно торговый дом и создадим управляющую компанию, которая будет, соответственно, все эти бизнесы вести. И, на самом деле, компания уже к этому приходит, к тому, чтобы разделить направление, соответственно, бизнес. А вообще, вот вы говорите, направление бизнеса. Фактически, у вас как оно было, так и осталось. Просто у вас добавится производство. А какие-то еще направления могут быть выделены в рамках группы, там, какой-то дополнительной? Ну, возможно, выделено контрольно-ревизионное управление. Все-таки, я считаю, когда растут большие объемы, должны быть независимые люди, которые будут контролировать правильность работы, в том числе финансовую дисциплину. То есть, я думаю, что однозначно служба безопасности, так назовем одним словом, экономической безопасности, она будет выделена в отдельную структуру. Я считаю, это правильно. То есть, все три контролирующих задачи у вас будут в руках. Это соответствие бюджету, то есть, бюджетная контроль, контроль взаиморасчетов и контроль, назовем так вот, внутренний контроль и аудит. Да, да. Вот вы в рамках своей деятельности все-таки, вы сказали, что у вас упор на инвестиционные задачи, на работы с банками. А вот как вы контролируете расходную часть своей компании? Ну, дело в том, чтобы заниматься инвестиционной, как я говорю, деятельностью, должна операционная быть поставлена на очень высокий уровень, потому что получить банковское кредитование, если в операционной деятельности бардак, назовем это просто, то это в текущих реалиях абсолютно невозможно. Поэтому за последний год свои операционные затраты компания сократила порядка 24%. В суммарном выражении это порядка 40 миллионов. То есть, фактически, у компании появится 40 миллионов свободных денежных средств, которые можно будет вложить в продукцию и, соответственно, сгенерить дополнительную выручку. Сумма существенная. А за счет чего вы? За счет автоматизации бизнес-процессов и любой стартап, он обусловлен тем, что нанимается в короткое время большое количество персонала, которое становится, как в известной басне, как леветь, рак и щука, если они не стандартизированы, регламенты, положения. И зачастую не проводятся тендеры при выборе того или иного подрядчика, допустим, на какие-то общих хозяйственные нужды. И, соответственно, на этих маленьких суммах в общем суммарном выражении выходят вот такие цифры. А вы говорите про регламенты положения. Их вообще кто формировал? Формировал исключительно финансовая служба, я. Внутри себя? То есть вы никаких консультантов не нанимали для этой цели? Был накоплен некий, так скажем, опыт, но, понимаете, любое положение, регламент, как я всегда говорю, он должен быть написан таким образом, чтобы если я взял любое положение, регламент и дал курьеру, он понимает, о чем идет речь. Просто можно написать, как я говорю, горы страниц непонятных регламентов и положений, где людям это сложно даже прочитать, не говоря о том, чтобы выполнить. Поэтому мы писали это доступным языком. Те люди, которые приходили, каждый, как сказать, докладывал свой какой-то некий опыт и делился своими впечатлениями о тех ошибках, которые были на последних местах работы. И, соответственно, опыт коллег мы сгенерировали в неком таком документе. Брейнсторминг такой у вас был. Да, да. Поэтому, если вы спрашиваете, менялись ли они потом эти положения, то туда, естественно, менялись, потому что, как любой стартап, нельзя предвидеть все риски. И, соответственно, что-то мы меняли по ходу, как говорится, пьесы. Ну, с контролем расходов понятно. А участвуете ли вы в доходах компаний? Ну, в доходах компаний именно в оптовой торговле или фармацевтической можно участвовать только тем образом, если ты оптимизируешь свои затраты, появляются свободные денежные средства, которые можно размещать, либо реинвестировать. Нет, я все-таки про основной бизнес. То есть, понятно, что есть коммерческий директор, у которого есть задачи по продажам. Но все-таки вы, как финансовый директор, есть ли ваша роль в доходной части? Я считаю, она есть, потому что в фармацевтической деятельности за последние 15 лет сложился стереотип, что в этой области определяющее звено – это коммерческий департамент. На самом деле, рынок поменялся, рынок сузился. И, как показывает практика, когда рынок рос как на дорожжах, это показывало не высокую эффективность коммерческого департамента, рынок сам по себе рос. Поэтому в фармацевтические компании многие стали нанимать профессиональных финансовых директоров для того, чтобы оптимизировать, в том числе и коммерческий блок, с учетом того, что нужно участвовать не во всех продажах ради продажи, а в тех, которые именно высокоэффективны. Высокомаржинальные? Ну, высокомаржинальные, ввиду госрегулирования цен в фармацевтической отрасли, это не совсем имеет такое отношение. Мы в ритейле не работаем. Можно снизить за счет, условно, логистических, сокращение логистических затрат. Если ты сделал свою логистическую группу и создал, это существенно оптимизирует твои затраты в фармацевтической деятельности, потому что это весомая часть затрат. Хотя не всегда. Бывает часто услуги намного дешевле все-таки купить на стороне, чем держать свою группу. Я согласен, но если мы говорим о доставке фармпрепаратов, там есть термомобильность, там очень много критериев, которые транспортные компании просто физически не могут выполнить, ввиду просто дорогостоящих действительно каких-то параметров, которые необходимо быть. Вот, условно, термомобильность. Если температура во время доставки в какой-то момент превысила допустимую норму, заказчик просто этот препарат не примет. И фактически он идет на списание. Вы упомянули, что у вас хорошо регламентированы все бизнес-процессы. Напрашиваются вопросы автоматически, а насколько у вас они автоматизированы? Раз у вас есть четкий регламент, наверное, легко это все автоматизировать? Мы на настоящий момент в этом идем в этапе становления, потому что мы написали все эти положения и регламенты, которые, соответственно, необходимо автоматизировать. На текущий момент, так скажем, почти полностью автоматизировали блок бюджетирования в компании, договорной базы и, соответственно, базы клиентов. На текущий момент хотим автоматизировать полностью систему всей компании, в том числе общение и коммуникации между друг с другом. Поэтому общение и коммуникация. Перестанете общаться, за вас будут это делать компьютеры. Корпоративный портал, наверное. Да, я имею в виду про корпоративный портал. Все-таки мы представлены во всех регионах, не стоит забывать о часовых поясах. Поэтому нужно создавать некий такой корпоративный портал, который будет регламентировать действия в режиме рабочего дня сотрудника. В том числе просто самодисциплина. Скажите, у вас кредитный портфель большой, я не по суммам, а по сути. 20 договоров кредитных или один. То есть, насколько для вас это серьезная задача? Задача для нас это очень серьезная. Портфель, он в суммарном выражении большой. Но в том, что мы решили сосредоточиться исключительно на двух топовых банках. Ввиду нестабильной ситуации и того, что мы работаем с бюджетом. Потому что в прошлом году столкнулись с той ситуацией, что у одного банка была проблема с платежеспособностью. И столкнулись ситуации, когда деньги на вход в банк приходили. Использовать мы их не могли. Поэтому сейчас у нас есть 5 критериев оценки выбора любого кредитного учреждения. Если хоть один из критериев не попадает, то мы с этим банком сотрудничаем не будем. А под 5 критериев попадают только первые 5, я думаю, банков. Или топ-10, наверное, все-таки. Да. А требуют ли от вас какие-то залоги? Если требуют, что вы даете? Залоги на текущий момент не требуют. Ввиду того, что у нас высокорастущая компания, мы входим в рейтинг заемщика без залогового кредитования. А когда были в залоговом кредитовании, нам оказывали поддержку такие известные фонды развития, как корпорация МСП и фонд содействия развития малого и среднего бизнеса Москвы. Вы прямо через них? Да, мы получили через них финансирование Сбербанка. Это было первое финансирование в стране, кто пошел по этой схеме. Была именно наша компания. При том, что вы не являетесь средним. Ну, мы вот сейчас на грани, мы в этом году уже выйдем. А на текущем в среднем были. Я рассказывал про опыт, так сказать, который был совсем вот-вот недавно. Ну, так сказать, где-то в конце уже мы хотели спросить, какие перспективы на 2017 год? Сформировали ли уже вот сегодня у нас октябрь бюджеты 2017? Как видится рентабельность следующего года? Ну, рынок за последние пять лет фармацевтической отрасли в среднем растет на 11%. В этом году будет в районе 8%. На мой взгляд, рынок сужается. Конкурентным ростом может быть только широкий продуктовый портфель и снижение сдержек по логистике. Поэтому мы планируем в следующем году удвоить показатели 2016 года. Это из такого основного. И уже войти в активную фазу проектирования собственного производства. Это основные задачи. Илья, что было на прощание пожелали нашим телезрителям и начинающим финансовым директорам, работникам финансовой службы? Я бы хотел пожелать, на самом деле, стремиться никогда не останавливаться, всегда быть голодными, как говорил Сив Джобс. И однозначно мыслить больше стратегически и на перспективу, и именно с ориентацией на результат. К сожалению, очень мало в последнее время стало появляться финансистов, которые ориентируются больше на результат, нежели на процесс. Спасибо, Илья. Дорогие друзья, в эфире была программа «Финансы института», в гостях был Илья Попов, а вели программу Максим Конторович и Сергей Козий. До свидания.